всем привет сегодня обзором столе наконец-то издание делюкс болотной твари алана мура книга первая собственно на ради самых горячих в этом году релизов издательства азбука я немножко с ним затянул потому что сложно было ознакомиться с полностью такой массивной книгой вновь так в оригинале я это уже читал немножко даже перечитывал местами начнем с таких как обычно дизайнерских моментов очень красиво издана книга с soft-touch супер обложка с выборочным лакированием очень круто выглядит просто здорово немного маркая но тут к сожалению soft-touch по-другому не бывает американские издания к слову вот именно абсолюты крупные в таком же оформлении недавние они сделаны таким лохматыми вот первая книга вышла комом из-за обложек из-за это деформированных но потом вроде как у нее все наладилось здесь же все обычно красиво оформлено с лаком очень понравились и крышки без супер обложки красивые вот такое оформление опять же не без лака сзади у лиси логотипом в общем очень так красиво сделано стильно не мог это не заметить потому что ну для меня это важно это очень классно касательно самой книги сразу скажу один нюанс который не понравился пока я помню это очень мелкий шрифт в принципе тут наверно вариантов не было это вопрос количества страниц книги в том числе плане оформления под оригинал и тут как бы особо ничего не придумаешь поэтому опять же повторюсь за не менее другого как бы ну не так все страшно можно и приблизи посчитать покрупнее но мелковато мелковато касательно самого комикса давайте в большом порядку комикс начинается с болотной твари двадцатого выпуска это восемьдесят третий год и в этом сборнике собраны истории до восемьдесят пятого года алмур собственно период смысла болты тварь придя на комикс после марка паско какие-то более детализированные вещи по истории комикс и рассказать не хочу во первых есть мой видос прошлой осенью я снимал вот и пбшка американской болты тварь и девочек подробно рассказываю вообще про весь комикс и весь этот ран и плюс что еще более важно есть статья дима на сайте огромных четырех частях по хэштегу get swamped можно еще кучу материалов у нас найти когда мы делали марафон болотной твари точнее дима его дело преимущественно в общем там все очень много если вам нравится тема и вообще история болтов монстров все это вот в комиксах то в милости просим такие материалов больше сети не найдете первый выпуск рассказывает собственно вот таких закрытий скажем так тем из прошлых номеров футов срана марку паско небезызвестного и сразу переходим к урокам анатомия вот болотной твари где алмур собственно написалось это легендарный выпуск один из наверно самых культовых вообще в истории комикса действительно это это так где сделал такой реориджин скажем так переосмысление до болотной твари как вообще существа что это кто это зачем это как это и так далее на этом он построил весь свой ран дальше но этот комикс важно еще и по той причине что многие авторы с тех пор а вот такие уроки анатомии устраивают супергероики например недавних бессмертный халк юинга уже теперь можно сказать современной классикой культовый быстро он стал все те же самые приемы но алан мур здесь сделал это первым с настоящей помпой и стилем мощью и как бы с тех пор этот комикс он положил скажем так троп собою делать предосмысление какой-то вот таких персонажей и принципе любых персонажей в целом опять же здесь сразу становится понятно что этот комикс он еще больше степени хоррор вот уж здесь довольно жестокие сцены есть кровожадные следующий арк вот посвящается как продолжение вот anatomy lesson посвящается тому как болт по перерождается появляется злодеи флороник мэн изначально следующий болотный тварь вот нам как бы на предмет его связи с зеленью вот с неким биологически скажем так полем который позже тоже алан умру вот опять же следоваться не буду вдаваться подробности и вот первый опять же арк он заканчивается противостоянием болотный тварь с флороник мэном здесь есть такая интересная штука в рамках от финала их столкновение служит выпуск корни в нем алан мур показывает вот тоже не менее опять же легендарной сцены уже такие известные лигу справедливости буквально парой страниц показывает только по сути видит люди на земле то есть они есть такие как боги сидящие там у себя на спутнике там или на луне вот решающие как бы судьбы при этом сами они как бы тоже выше как вроде как людей и вот это вот тема бога и человека которого она мура пропитывает практически все его значимые культовые работы масштабные она здесь тоже вот такая просачивается через призму от лиги справедливости как бы таких сверх людьми скажем так буквально смысле и в эзотерическом очень интересные мелкие вещи которые в принципе вот опять же и делал болтовой такой классный и здесь я прервусь на секунду чтобы заметить что комиксы просто офигенный ретушь здесь три ретушера делали вот я к сожалению смог сам поучаствовать меня азбука звала но я выезжал в отпуск его сожалению профукал момент вот немножко обидно было но переживу вот с надписями такая в айзнеровский скажем так традициях вылазно да как он в спирите в духе своем дел такие супер классные вот но здесь еще скромно там будет намного более крутые дальше но такие классные ставки то есть каждый выпуск новая такая штука это и болото какие-то могут быть и не знаю надписи на банках еще какая-то ерунда что там только нету и некоторые просто ну невероятно сделано словарь которая сейчас листаю это появление джейсона плода он же демон созданный джеком кирби вот демон здесь говорит стихах поэтому садили такая эстетика в рамках и перевода в принципе и самого персонажа если вам такое нравится то вам такое понравится эта история на три выпуска она принципе не самая моя любимая скажем так но она важна для дальнейшего появления демона и других мистических скажем так персонажей в лоре болотной твари так как дальше будет принципе и кроссовер и прочее прочее далее такие небольшие филлеры тоже не буду на них застрять внимание они служат определенной цели такие скажем так затравочек и закрывание каких-то сюжетный дыр да люди самые важные на мой взгляд вот после урок анатомии история в этом томе это вот возвращение собственного из злодеев по сути арч-немезис как говорят американцы болотной твари аркейна вот и здесь такой вот такие вот уже более жуткие действительно хоро штуки появляются красиво вот одни из лучших на мой взгляд в серии вообще очень красиво и классно как и будут кошмары очень много о смерти в принципе здесь идет как бы такого повествования в принципе что-то листа небольшие спойлер падают но ребята здесь дело в эстетике все надо читать здесь очень много букв букв очень классные вот при перевод к слову анастасии себя правильными помню грызуновой она же делала константина вот поэтому я принципе не всю книгу осилил в плане перечитки это соки большие объемы я просто не успеваю чтобы увозить контента много вот я прочитал выбор еще некоторые номера отдельно что в целом пациент переведено в целом все довольно прикольно вот не вижу никаких проблем заниматься так как константин я читал ее переводе и там все очень даже хорошо пусть и с мелкими такими договорками в рамках именно просто вкус общины но в целом все очень классно так здесь немножко попущу опять же идут phantom стенджи дэдман который позже будут появляться это такой очень важный выпуск и него поэтому не хочу о нем рассказывать он сюжетно очень большую роль играет в ежегоднике именно пока специфичная штука про него хотя пару слов сказать это персонажи которые являются таким скажем так амажем здесь они это пришельцы которые приземляются на землю вот вы именно в рамках болота в местности болотный где болотный тварь обитает но сами все это амажики на комикс погу волта келли вот бывшего работника диснея довольно известного москва культового в определенных кругах опять же создатель стрип комиксов погу это такой комикс политическая сатира я пытался вот читать почитается он сильно довольно сложно то есть какие-то банальные сюжеты просто но там очень много политики много таких луизианских акцентов прочих приколов вот здесь кстати слова еще стоит заметить что помимо стивена бис это и джон тот лобана здесь появляются другие художники это дэн дэй и ряд еще других я не помню кто к сожалению салат упущен посмотрю чтобы не позориться скажем так вот это рисовал шон макманус вот здесь на филлеры приглашали других художников иногда я думаю что связано сперва через дедлайвинг насколько я помню потому что там конечно были специфичные в рамках работы нюансы раньше не было цифровых каких-то носителей все делать по почте и это конечно процесс был совершенно другой трудоемкости нежели сейчас далее выпуск тоже про небезызвестных братьев вот кайна вели и дома собственно загадок тайн вот это вот все я думаю что фанаты сэнман это оценят я не буду особо здесь пересказывать портретом галерея такая разделяет внезапно основную часть комиксу вот три четвертого номера к слову одна из моих любимых обложек и здесь в последнем выпуске рассказывается такое скажем так ставится можно сказать не . то . запятой наверное в отношениях эбби и болотной твари с ее новой инкарнации с тем как бы каким стал благодаря муру после урока анатомия очень важный выпуск очень важный наверное один из двух-трех моих любимых номеров на полотна тварям здесь очень красивые безумно такие вещи вот в том числе переворот вот эти вот которые в 90-х снова были довольно модным супергероики не раз использую сейчас как таких отошли слава богу вот но 10 тысяч классно работает красиво да уже просто места людям не хватало чтобы классно рисовать очень очень классная эзотерическая штука всем советую ее смотреть плюс она очень оригинальная в рамках именно в принципе таких подобных историй монстры и красавицы далее довольно большая такая секция дополнительный материал что не может не радовать это священные весны история саги болт на твари это собственно стивена бис это от сми немножко взорвал сначала мозг потому что стивен бис это это рисунок тот лобан думал неужели ошиблись потом по что это относится к статье ну вы поняли в общем здесь вот такие скетчи перемешку с как раз таки интересным историям процессе работы некоторые вещи что узнал который раньше не знал в целом большая часть информации уже знал благодаря диме его статей разговоров с ним потому что он очень плотно тему исследовал вот но это конечно очень здорово очень большой материал опять же единственное недостаток на мой взгляд это мелкий шрифт тяжеловато читать если честно вот но тут опять же вопрос верстки и видимо как впихалась так впихалась опять же издание изначально абсолютное там крупнее формат был в американских книгах поэтому я думаю что все связано исключительно с этим очень много материалов здорово помимо собственно с обе с этого работе над комиксом здесь есть такая совершенно крутая штука это такой тизер двухстраничный для комикс это сценарий для него алла мура написаны и его вот собственно зарисовка без этом вот и за ним тот лабан делал тушь поэтому видите так какая разница между два художника до работы один рисует графитом собственно сложные пейзажи композиции прочее другой делает тушь и в цвете собственно весь этот текст и сценарий здесь прописан то есть такая просто экспозиционная штука для рекламы очень классная сделана я такой штуки раньше себя не видел поэтому не было очень кайфово это читать вот и далее идут такие предисловия вот от алана мура от рэмзи кэмпбелла нилы геймана и джемми делана это к тп башка север напомню изначально которые переиздавались биографическая справка и примечания куда же без них у азбуки довольно прикольные примечания обширные классные без какой-то лютой отсебятины все интересное опять же вот переводчица комикса анастасия грызунова она приводил некоторые тома константина поэтому в плане допов и в плане перевода я бы сильно не парился вот здесь все более чем достоин я не весь комикс осилил опять же в русском именно версия потому что ну это очень большие объемы ребятки поэтому вот на основании того что я прочитал все здорово есть какие-то вкусовые моменты в плане имен но они всегда есть во всех переводах вот поэтому если как бы кому-то что-то критично не нравится но покупает читать оригиналы потому что ну всем угодить нельзя вот каждом комиксе можно практически найти такие вещи которые немного раздражают во всем случае в сложных больших сборников где много персонажей поэтому в целом тут мне придраться лично не к чему вам уже как сами захотите вот такое классное издание получилось легендарный комикс опять же повторюсь с димой не радуемся подобным вещам поэтому всем горячо рекомендую это классика это надо знать как говорится вот спасибо что смотрели это новых встреч